Сегодня участникам телепроекта Дом-2 перестанет быть один из старейших людей на нашем проекте. Это Ольга Бузова. Ольга приняла это решение, мы долго ее уговаривали, но я так понимаю, что решение это окончательно и сформированное. Да, Ольга? Это действительно так. Я сейчас вам объясню, девчонки. Ребят, я вас всех очень сильно люблю. Я на этом проекте живу уже пятый год. Это будет пятый Новый год, который я здесь встречала вместе с вами. Я пришла сюда 18 лет и 4 года я здесь жила, у меня были отношения, было все. Я всех очень вас полюбила и взяла от проекта все самое лучшее. Но наступает такой момент, когда я психологически понимаю, что верно для меня будет уйти, двигаться дальше. Я понимаю, что любовь я здесь не построю. Мне хочется быть желанной женщиной. Я хочу иметь свой дом, семью. Я хочу развиваться творчески. У меня очень много планов на следующий год. И я уверена, убеждена, что все будет замечательно. Я хочу как участница сегодня покинуться. Есть люди, которые расстраиваются по этому поводу? Есть кто-то, кто хочет сказать? Скажите, пожалуйста. Виктория Красева, хочу дать слово. Молодец, как у меня. Ты меня шокировала. Ну, вообще, я тебя очень люблю. Я тоже тебя люблю. Мы с тобой будем общаться. Конечно. Мы с тобой ни разу не ссорились. Я хочу подчеркнуть за то время, когда мы общались здесь на Доме-2. И я рада тому, что ты с позитивом уходишь. И ты осознанно приняла это решение. И, наконец, из стареньких осталась единственная я. Я тебя люблю. Ну да, посаживаю. Мне хочется сказать Оле Бузовой, что, на самом деле, Оль, на солнце улетала на дельтаплане, а ты, наверное, летаешь, как звездочка. Ты всегда хотела ей стать. Поэтому, я знаю, что у тебя все получится за периметром. Ты так все не ходила, ничего даже не сказала. Мы же просили Ольгу хранить эту тайну. Она хотела вам рассказать честно. Мы специально собрались здесь для этого. Рустам, есть что сказать? Рустам, ладно мы, но тебя, как Оля, оставляют? Вот так оставляют, бросают меня на произвол судьбы. Знаете, это последняя из магиканов, которая свет какой-то шел, сука, а вот это ты. Но если, Рустам, солнце плачет, то сейчас просто лето начнется. Это не я, по словам твоей матери, которую ты пригрела на своей груди, очень жалеет. Ну что ж, даже если Рустам Солнцев плачет, то что же сейчас будет со Степаном Меньшиковым? Потому что, конечно, последние слова, прощальные слова Ольги Бузовой, как участницы телепроекта «Дом-2» я хочу услышать от Степана. Плакать сейчас, хотя очень хочется. Я хочу сказать, при всей Олиной, может быть, несерьезности, как вам некоторым кажется, какой-то, может быть, легкомысленности, она очень серьезный и надежный человек. Спасибо. Ей можно доверять. Она даже не плачет. Впервые Бузова не плачет, но только сейчас начнется. Много было ситуаций, когда Ольга проверялась в каких-то поступках, когда ей доверишь какую-то информацию, и эта информация всегда останется с ней. Спасибо. Мне очень важно такие слова слышать. Степ, ты останешься ее другом? Это же уже вопрос. Будешь ее поддерживать во всех начинаниях? Конечно, Геннур. Ну что ж, друзья, мне кажется, в Оленой ситуации, может быть, вот так, как обычно у нас это бывает, цинично и жестко, но было важно узнать, кто же после того, как Ольга перестанет быть участником телепроекта «Дом-2», останется ее друзьями. Потому что, как я уже не раз сказала, Оля больше не будет участницей телепроекта «Дом-2». Но у меня для тебя, Оля, есть очень хорошая новость. С этого момента на проекте «Дом-2» появляется третья ведущая. И это ведущая Ольга Бузова. Ура! Олечка! Мы тебя поздравляем от всей души. Иди сюда. Ксюх, вставай. Нам тут делать больше нечего. Ты теперь садишься сюда. Мы вас не оставляем, не надейтесь. Мы с Оленой не останемся. Мы остаемся. Но теперь будет Оля, которая будет вас тоже направлять, вам советовать и жить с вами. Не дышайте. На самом деле, ребят, это правда, действительно. Спасибо. Ну все, давай, мы с краешку пока присядем, скажем еще одну отводочку, и потом Бузова скажет нашу фирменную фразу по поводу рекламы на телепроекте «Дом-2» и что все закончилось. Ну что ж, подведя итог этому году, давайте поблагодарим компанию «Мегафон» за прекрасную связь, которая соединяла наши сердца в течение всего года, соединяла город и поляну, и делала нас ближе друг к другу. И специально для тебя, Олечка, в твой первый день, чтобы он запомнился тебе, как твой первый день ведения телепроекта «Дом-2», студия пиродизайна «Агни» и театр «Огня» Карена Ферджуляна дарят тебе праздник. Наслаждайся! Ну что, мы уходим, а Оля говорит финальную фразу. Ребят, это действительно так. В общем, я хочу, знаете, что сказать? Просто настал момент, когда мне действительно захотелось очень сильно уйти, и я говорила с ведущими, мне предоставилась такая возможность попробовать себя в качестве ведущей телепроекта «Дома-2». Я вас очень сильно люблю, я буду всегда с вами, и я надеюсь на вашу поддержку. Конечно! В общем, это был телепроект «Дома-2». Поздай свою любовь! Молодец! Ольга! Молодец! Собер! Кто там управляет? Ты так прыгнул! Поздравляю! Спасибо! Молодец, Молодец! Молодец! Поцелуй! Оля, ну ты пугаешься, потому что у нас слезы дура! А я веду еще на одной кровати, не знаю. Не рада, я буду. Почему дура? Спасибо! Эх, бабник, мама мне подмагался, а! Поздравляю тебя! Спасибо! Слава богу! Слава богу! Ты не пугался, ты меня потеряешь навсегда! Молодец, ты уедешь, и все! Серьезно? Куда я уеду? Кого? Ну куда вы без меня? Куда вы без меня-то? Вот это красота! Ну, ты мне теперь на лоб, но будешь все время слово давать? Нет! Нет? Я, только сразу мы определяемся, я не буду смешивать лично и работу, я буду стараться быть объективной. Хорошо, я тебя тоже поздравляю. Спасибо! Ну, понимаешь, на самом деле, я думал, ты свалишь, и я расстроился, если честно, расстроился, но у меня такое в душе чего-то такое, раз, и отнялось. Я, конечно, не плакал, но все равно расстроился, и Андрюха плакал сидел. Иди сюда, я за тебя очень рад. Спасибо, Андрюха. Хорошо, что ты не уходишь, это самое главное. Спасибо. Самое главное, конечно. Мы не с тесным всегда, я не веду кого-то. Я ушла, но я теперь ведущая. Ты ведущая. Я хотел просто, я уже знаешь, что представлял, если честно? Всего, чего? Я себе уже в голове прокрутил, сейчас она идет за ворота, и первое, что я сделаю, я ей позвоню и скажу, что мы оставимся друзьями. Всегда. Ведущая! Да? А ты когда свариваешься? Не, мне понравилось, по поводу Бозовой. Ребят, я ухожу туда-сюда. Ну, не переживайте, она у нас теперь ведущая. А? Ведущая, говорите? Какой партизан. Друзья, друзья. Ну, это дружка, я к нам приходила. Иду я от этого дружеского коллектива. Она такая, а, я не знаю, она же подумает. А уже знала. Его страна, она уже знала, да? Я вообще пищула все это. Я знала, ты куда-то знала. Ребят, я ничего не знал. Поздравляю. Спасибо, он не знал. Никто не знал. Никто не знал. Слушай, а как Бузову воспринимать, что она ведущая, когда не вяжется, да? Я могу. А Бузову и ведущая. Она вам будет тонко чувствовать, как это проблема, которая у меня не чувствуется. Я же слиюсь с ведущей. Я здесь просто столько прожила, я знаю всю кухню, я знаю вас всех. Я не буду смотреть на Катю и называть ее машей. Ты Никко будет смоить. Ты Никко будет смоить. Ты Нико будет рвать. Ты Нико будет рвать. Волосы от Россия. Ты Нико улыстся, ему нечего рвать. От Россия будет рвать волосы. Знаешь, я лох не кусаю. Бузов стал и ведущий. А я только снял свадьбу. Часто радуются все, чтобы никто не обижал А то уже такое, знаешь, уже такие Я уже даже услышал следующее Лучше бы она ушла Это все шутки, как бы Но эти шутки, они Сама знаешь Я готова ко всему, ты знаешь, я сильная А то еще, знаешь, явишься на поляну И будут такие заявления, типа Кто она такая, я и не буду ей исповедоваться Потому что ведущий, он же духовник В какой-то смысле, люди к нему приходят Как на тет-а-тет все-таки Ты знаешь, свое место надо завоевывать Как участница я отвоевала себе здесь место Я единственная, кто там долго здесь Пришла сюда 18 лет, здесь 4,5 года Год была вообще одна Я завоевала свое место под солнцем Как участница, стала богиней дома 2 Сейчас буду завоевывать ее авторитет Ребят как у ведущих Я понимаю, что это будет трудно, я готова работать Готова слушать, прислушать Советы получать Я понимаю, что надо будет бороться За уважение, за все Я понимаю, что может быть нелегко Я надеюсь, что все-таки есть те люди Которые действительно искренне за меня порадовались И те люди не просто так Я помог тебе на свое время Чуть-чуть помощи приложил, чтобы ты богиня победила Да, я помню И здесь я тоже тебе помогу, чем хочешь Чем надо, понимаешь? Ленка Красивая я, смотри Я поняла, почему ты тебя не спрашивала Кстати, вы красивые Ленка, 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 посмотри Красивая? Оля, так себя не ведут Они более серьезные Очень серьезные Да, Ольга У меня к тебе тут Оля Я уже не могу Я так стесняюсь, Оля Так, ну и все Что происходит? Я слышала жалобы девочек, что ты по ночам опукаешь Боже, зачем мне такое сказали? Оля, ты делаешь и Вика? А тебе все Вика? Так, не надо Оля, я обещала Вике не говорить Вика мне призналась, сказала, у нее проблемы с кишечником Да, Алиса Анна, Виша, слушай Вика, ты вижу реакцию Вика, я тебе сейчас выйду из проекта Вика, ты такая начала Такая ля-ля Я расплакалась Бурс, ну я уж, знаешь, насколько у нас там все было Да, все расплакались Расплакалась, потом ты сказала, ведущая Ну, шла бы лучше Ну, естественно, юмор был, что тебе могу сказать Ну, ты сама знаешь, нас выпускать почаще Вот, Анна, когда будете хорошо себя вести Будете меня отпрашивать Ты скажи, ты сколько будешь на площадке? Я буду по возможности каждый день По возможности каждый день Ну, видишь, как хорошо Скажи, что, Алиса Я пока есть кровать Я пока не хочу, чтобы эту кровать кому-то давали Потому что я, может, на беде буду ночевать, наверное Маша, Сережа, Даш, до завтра Пока! 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 Ну, что там? До завтра, ребят Завтра я уже зайду сюда совсем с другим статусом Мне до сих пор не верится Она Стремилась только к одному Убраться из периметра подальше И теперь Она осуществила свою мечту Быть в периметре по минимуму Но первое время она будет приезжать Радоваться здесь всем, как родным И мне радоваться А потом все Мы будем видеть только ее хвост Уже после всего тебя не было, слышишь? Она мне говорит Пошли чай пить Уже после лобного Мы спускаемся вниз А ей Никита говорит А как же Рустам? Так мы с ним никто друг другу фактически Ну, вот так Вот, Ген Я все Я читал книги про женскую глупость Читал книги про женскую ревность Я также кое-что читал про женскую В общем, что-то про женское Что-то про женское Да, ну Человек не может быть Немножко сердечнее, что ли Или как, я не знаю Как это назвать-то Даже в этот момент Когда уже все Мы все остались внизу, как муравьи Прощай На трибунах Становится Тише Олимпийское лето Прощай До свидания Наш ласковый Миша Возвращайся В свой сказочный Край Привет Ты прямо Новогодняя Да, привет Чего ты так вырядилась-то? Новый год Поздравляю тебя С Новым годом Тебя тоже С Новым годом С ведущей Прическу тебе надо сменить, Муся Тебе не очень идет Рената Литвиновой Это, конечно, наши кумиры Но прическа тебе не идет Но я просто хотела сегодня Какого-то по праздничному Ну, у тебя получилось Спасибо, у меня с тобой так сейчас Нелобко стоять рядом Почему? Не знаю Да ладно, давай, вставай Улыбайся, вон камеры Сейчас мы с тобой все скажем Ты уже читала подводку? Нет Ну все, тогда Ты все знаешь Я говорю привет, Ксения Собчак Ты говоришь привет, Ксения Бородина И все у нас с тобой Нет, привет, Ольга Бузова Ксения Бородина, знаешь, нормально Потом пойми, со мной рядом Четыре года стояла Ксения Бородина Я уже ко всему привыкла Все, все, я готова Я готова Здравствуйте, я Ксения Собчак А я Ольга Бузова Это телепроект Дом 2 Где одинокие сердца Ищут друг друга Вчера на лобном месте Произошло то, что навсегда Изменит ход истории Нашего телешоу В Доме 2 теперь Три ведущих Уже сегодня В последний день уходящего года Ольга Бузова Выступит на проекте В новом для себя качестве И мы с Ксюшей Бородиной Постараемся сделать все Чтобы из любимой всеми Участница телепроекта Дома 2 Ольги Бузовой Выросла профессиональная Ведущая Ну а я в свою очередь Постараюсь никого не расчаровать И прямо сейчас Под руководством опытных коллег Приступаю к своим новым Обязанностям Вчера Наташа Варвина И Саша Каритонова Вернули Лене Статус третьей солистки Правда, продюсеру Степану Об этом сообщить забыли Как и о том, что собираются Жить в его комнате И он обо всем узнал Только на лобном месте И теперь Новая ведущая Ольга Бузова Получившая вчера Эту почетную должность Попытается разобраться С сложившейся ситуацией Наша-то Все уж Нарядилась Золотая рыбка Ну так радуется В новом качестве Да Ольга Хочет при одеться Ну в качестве, но вещи И стиль все тоже Золотая рыбка Ну, Лена, не завидуй сразу же Ну что ты Я не завидую Чего ты такое говоришь Я тебе хочу сказать Как Рустам вчера отреагировал Может быть Искренне многие ребята были рады Но конкретно вот А как Рустам, скажи мне Как Рустам отреагировал Садись, Степка У него ревность Ревность? Степа, ты радовался за Ольгу? Да Степка радовался Степка вчера тоже У меня никогда не было цели Просто стать задачей ведущим Не обманывай Ты хотел Чем мамой поклясться Это сейчас модно Ну, ты знаешь, не знаю На самом деле, вчера Вот на лобовом месте Ксюха согласилась Кому бы не хотелось Нет, то очистить Кому Кому хочется быть учительным Другое дело, что Степа Это не является его целью То есть, если бы ему предложили Мне кажется, Степа бы, конечно Бы не отказался Но изначально, мне кажется Степану интереснее Актерская деятельность Может, я ошибаюсь Конечно Ну, ты понимаешь Человек хочет в других Замечать то, что самой присуще Вот, видишь Нет, почему Саша, она хочет быть Несмотря на малость Так лет нахождения здесь Она, тем не менее Амбиции имеет большие Ну, хорошо А прекрати уже Истеребилась Я понимаю, что нервничаешь У нас один из первых Да, да Я бы, если честно Немножко еще Ну, давай Мне кажется Я вот просто посмотрю со стороны Чтобы не через экран А вот так Мне кажется, что у нас Хорошая компания Все свои люди Степан, который вчера Обещал тебя поддерживать Лена Так что я предлагаю Уже начать Начнем уже беседовать, да Ксюха, если что Ты меня направляй В каких-то моментах Мы вас позвали для того Чтобы обсудить Насущную проблему Степа Тебя, видимо, хотят Выселить из этой комнаты И Лена Одна из представительниц Видимо Что значит выселить Они не могут меня выселить Потому что я уже Позавчера отсюда выехал Это все было согласовано Со Степаном Митюшковым Поскольку мы являемся Его подопечными Естественно Если бы Степан Сейчас противился Тому, чтобы его девочки Жили в некомфортных Для себя условиях Это было бы как минимум Ну, непонятно То есть это все было С ним согласовано Просто от меня Вчера прозвучала такая фраза А может быть Нафиг нам продюсер Когда он сказал Что якобы Когда вы будете Здесь жить вместе Мы будем наблюдать за тем Как вы будете Все печенку грызть Друг друг Я считаю, что Я согласна Ну, Лен Давай смотреть на шаг вперед Он же как Как наш папочка Буквально И чем больше у них будут условия Тем выразительнее Они будут Будут грызть печенку А вот мне интересно Откуда такое мнение? Почему ты считаешь Что девчонки не уживутся И будут печенку грызть Другой? Я хочу тебе сказать Что девочки Очень большие амбиции имеют Они очень сильные Личности И каждая из них Будет Не настолько умны При всей своей силе Что будет тянуть Одеяло на себя Разваливая эту группу Дело в том Что я очень умный продюсер Я могу бросить Продюсирование Хоть в эту секунду Я ничего не имею Кроме того, что унижаюсь Я не хочу быть продюсером этой группы Я ничего не имею Я имею единственное предательство Из-за спины сговора какой-то Хорошо, мы тебя услышали, Степ Что ты не хочешь быть продюсером этой группы Мы изменим твой статус Мы тебя услышали Я думаю, что у Степана сейчас действительно Есть амбиции И они вполне обоснованы Я согласна с ним Это не амбиции Это уязвленное самолюбие И он говорит такие слова Что мне эта группа вообще не нужна А я, потому что Хорошо, это мое предложение Кто может стать продюсером? Я кому бы не поставили вас Изначально, как бы мы с девчонками разговаривали на эту тему Нам продюсер по большому счету и не нужен Давайте сами работайте Правильно? Если девочки Лена очень довольна, что вывела тебя из себя Он уже встал Я вывожу из себя Естественно, если девочки принимают решение А главное, что ты ей не доставляешь такое удовольствие Я не знаю, почему А подожди, естественно, я завожусь Я не хочу принимать и работать С такими девочками Которые, во-первых Ну да, Ксюша, ребята подумают Они сейчас на эмоциях А мы потом вернемся еще к этому вопросу Мне кажется, Степан принял решение То есть ты окончательно Я не хочу Я не хочу работать с этими девочками Хочу присоединиться к словам Леночки И сказать, что действительно этот год был очень тяжелый Давайте в Новый год Войдем с новыми чувствами С новой любовью Ну ладно, я последний раз в этом году выйду на этот язык Может быть, кто-нибудь все-таки выйдет за мной в этот день Красавица! Красавица! А ты такая же хрупкая, как и у 18 С наступающим Новым годом! Ну а мы с вами увидимся на лобном месте! Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Всего вам самого доброго, светлого! А у нас две светлые ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова Давай накройся, Ксюша Сегодня у меня первый рабочий день Ну и как, успешненько? Успешненько Самое главное Твой первый рабочий день Последний день уходящего года Ну что же Меня еще очень просил один человек дать возможность спеть И это Рустам Солнцев Аплодисменты, дамы и господа! Рустам Солнцев! Эта композиция посвящается той, которая улетела, но обещала остаться Это ты, моя дорогая Хоть кто-то посвятил тебе песню, слава богу Я так рад этому Прими ее, пожалуйста, и знай, что эти слова для тебя Сколько раз я пытался с тобой перейти черту Ты мне не дала Сколько раз ты с другим рисовал свою мечту Да, не сломал вам Так проходили эти дни Только остались мы одни И не ждать изменения Ты для многих звездок Я могу тебя покорить никто Так и не сумел Ты мне скажешь, да Только это опять не то Просто мой удел Вечную тенью быть твоей И не считать тебя своей И любить с разрешения Прости меня За то, что я не был с тобой Прости меня За то, что я не тот другой Могу лишь рядом быть Но это все напоминает Но только контракт на любовь Мы меняем друзей и подруг Мы меняемся Так тому и быть Мы расходимся снова Потом возвращаемся Как мне пережить Всех телефонов, номерам Жизнь для тебя Все лишь игра На выживание И пускай с рассветом Я пойму все это Ты опять Не здесь и не со мной Прости меня За то, что я не был с тобой Прости меня За то, что я не тот другой Могу лишь рядом быть Но это все напоминает Но только контракт на любовь Ты не моя И мне сюжет не изменить Ты не моя Как расстояние прожить Мне остается ждать Тот день, когда с тобой Попишем вновь Этот контракт на любовь Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо большое, Русь Спасибо, мне очень приятно Замечательная песня И это был Рустам Солнцев Аплодисменты Аплодисменты Ребят, ну а теперь я хочу позвать вас всех На эту сцену Для того, чтобы мы исполнили Финальную песню Дом мой, дом твой Я думаю, что вы все подпишетесь Под моими словами Когда я скажу огромное спасибо Автору наших песен Татьяне Бахановой Всех тех песен, которые мы исполняем Под Новый год Спасибо! Только подумай Если б не знали Мы о тебе И не хотели И не желали Твоей судьбе Пройти Этот путь большой Ты сам Сделал выбор свой И мы Мы всегда будем рядом Пусть стал своим Ты не с первой попытки Но не жалей Радость, улыбки, счастье, открытки Лица, друзей Все для тебя дано И на земле одно Место Которое будет всегда Со мной Дом мой, дом твой Здесь места хватит для всех И пускай в эти двери беда Не стучится Здесь мир, здесь свет Дом, где улыбки и смех И ты знаешь, что сможешь всегда Возвратиться в свой дом Это наш мир так похожий на тот, что ты видел раньше Вот он построен Вот он построен И вот он живет И так будет и дальше Пусть не всегда мы здесь Но знаем точно есть место Куда возвращаешься Вновь и вновь Дом мой, дом твой Здесь места хватит для всех И пускай в эти двери беда Не стучится Здесь мир, здесь свет Дом, где улыбки и смех И ты знаешь, что сможешь всегда Возвратиться в свой дом И пускай пройдут года Не забудешь никогда Этот мир и встретишь нас Снова в доме Дом мой, дом твой Здесь места хватит для всех И пускай в эти двери беда Не стучится Здесь мир, здесь свет Дом, где улыбки и смех И ты знаешь, что сможешь всегда Возвратиться в свой дом В свой дом С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Привет, любимая! Я думала, я тебя не застану Привет, а я приехала в Ньюголоска Тебя еще нет Я думала, что я приеду поздно Думаю, это когда ты явишься Руся, это тебе Спасибо, родулька! Посмотри, что там Это, кажется, там мертвый ежик Ой, какой классный! Это шарфик Маська, какая ты умничка Он цеплый, очень тяжеленность шарфика И еще знаешь, что Мне девочки женской сфоне Пожалуйста, что ты иногда пользуешься их космосом Это неправда! У меня свои планы! Это штучка Хорошо! Ловит, план! Очень вкусно Мага для тела Пожаловались они Ага Похожи на натуральный йогурт Вот это очень вкусно! Спасибо! Русь, там я вчера с ней общалась Там не такая сильная проблема Как была у Рима Она не стала говорить именно на сексуальной теме Она просто сказала, что Мы не подходим с ним Для меня секс важно Мы не подходим с ним У нас разная темперамента Все! Она причем это сказала Русь Она это сказала И сказала, что Я собираю вещи И переезжаю к Риме Я им разрешила пожить вместе Я прихожу к Никите Я говорю, Никит Ну вот Наня сейчас будет собрать вещи А ты? У меня все равно У меня нет проблем Хочет пускай собрать вещи Переезжает Я говорю, Никит Ну ты вообще Если хочешь Если тебе нравится девушка Если тебе там Хочется с ней быть Пытайся с ней остаться Еще поговорить Там выяснится Поэтому ты на Дюху не излить Знаете-ка здесь ни при чем Она действительно Ей Никита был симпатичен Она действительно Хотела с ней построить Какие-то негативные отношения Зачем тогда говорить Опять о сексуальных проблемах Ну-ка у Римкина Ты прекрасно знаешь Что для Нади Самое главное в отношениях Ну это в этом только Это там сексуальная Слушай, мне кажется Что Ермакова Знаешь, богиня Мозговой деятельности И вообще всего на свете А потом после того Что я слышу Мне девчонки говорят Я в шоке Хочу действительно Вот согласиться О части соли Ребята, давайте все-таки Понимать, что Когда есть праздник Все-таки мы одна семья Мы живем вместе И давайте не будем Друг друга оскорблять За праздничным столом Будем учиться Справлять праздники На позитиве С хорошим Отличным настроением Конфликты конфликтами Но мы одна семья И мы должны Уметь прощать Уметь в каких-то моментах Себя сдерживать И сдерживать свои эмоции Я надеюсь, что каждый Для себя сделал Какие-то уроки Из вчерашнего вечера Я надеюсь, что девчонки Не перегрызут друг друга глотки И хочется Сегодняшнее лобное место Закончить на позитиве Потому что Прямо сейчас Мы с вами отправляемся Продолжать Праздновать Рождество Это был телепроект Да у вас построить Мой любовь Я не понимаю Зачем нужны Эти 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 Жуткие лозунги В конце лобного От ведущей Зачем они нужны Эти лозунги 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 какие-то Зачем Что это такое И тебя сюда прижат Один раз Да куда не годится Сидят Вы здоровые Да Лозунгами Нас смотрят Потому что Мы обычные люди Вот именно Обычные И потому что Они смотрят Потому что Они такие же Как и мы Ну да А мы им детей Учить Собрали Ему 20 лет Мне тоже 20 лет Каких мы детей Научим Нахрен А вот я здоровый лоб Кому Кого мне учить Я живу здесь Я что Гуру какой-то Я учу кого-то Я просто живу Слушай Я расстроен в том Что действительно Знаешь Мне сейчас сидят Представляют Дружба 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 По большому счету Ну какая дружба Ну какая дружба Господи Вот я тебя считаю Своим другом Я за тебя тут Любого порву Ну это бывает Раз в сто лет Ну Ген Ну какая дружба Между людьми Какая Ну все-таки Приятельские отношения Какие-то были Да А ты имеешь в виду Со Степкой Что у вас Вот это я не знаю Разбирайся сам с ним Держ Не знаю Проходим к следующей теме Это тема Тема Рождества Можно вопрос к тебе Да Я всегда когда была участницей Боялась спросить Но сейчас могу Я хочу тебе задать вопрос Какое твое самое заветное желание В этом году По крайней мере У меня был очень такой Продуктивный год Так скажем Потому что я встречала Человека Я вышла за него замуж Я очень счастлива Я продолжаю работать с вами Мне ничего не мешает И надеюсь Что в скором времени У меня будут детишки Я буду Помимо того Что у меня есть вы Да У меня еще появятся дети И я буду еще вдвойне счастлива Поэтому В свою очередь хочу Во-первых Ольгу Еще раз поздравить Да Спасибо И пожелать Также всем вам Двигаться вперед Вы молодцы Никто из вас Не останавливается на достигнутом Я работаю Со многими из вас Уже там С кем-то 4,5 года С кем-то 2 С кем-то меньше С кем-то год Но я вижу Что вы все растете Самая главная цель С которой вы пришли на проект Это построить свою любовь Это самое важное Что есть в нашей жизни Потому что Когда есть любовь То все остальное Быстренько подтягивается И счастье И успех И веселье И удача Я хочу присоединиться К твоим поздравлениям И действительно Пожелать ребятам Всем Самого главного в жизни Я действительно считаю Ксюш Как ты правильно сказала Что любовь Это самое главное Что есть В этой жизни Когда есть любовь Когда есть любимый человек То все трудности Все какие-то неудачи Все это переживется Я знаю Что у нас очень много Одиночек на проекте Причем Как молодые люди хорошие Так девчонки Одна другой краш Девочки Вот троица особенно наша Это Лена Наташа Саша Девчонки в городе Это Рима Надя И все остальные Ребята Я хочу вам пожелать Наконец-то встретить В 2009 году И это Рождество Чтобы вы загадали Желание Встретить хорошего Мужчину Полюбить его И чтобы все Ваша жизнь Была хорошо Оленька А со своей стороны Мы хотим тебе сказать От наших девочек От ведьмчик Что мы тебе тоже Нагадаем сегодня В рождественскую ночь Хорошего мужичонка Давайте Что ты уже Наконец-то В следующем году Наверное Вышла замуж Как ты говорила В 24 И чтобы у тебя Было много Много Цыганят Всяких Разных Детишек И точка На рынке И точка На рынке И это все Мы тебе Нагадаем Правильно Девчонки Давай Спасибо Я тоже Хотела пожелать Чтобы в это Рождество Исполнили все Желания Самое главное Чтобы был Фейерверк Наверное Эмоций Океан Чувств Море Любви Много Много Просто Снежные Лавины С альпийских гор Денег Чтобы они Вот так прям Сыпались на нас Просто финансовое благополучие Конечно Финансовое благополучие И чтобы все Все желания Исполнились Чтобы было что-то Новое Неожиданное Чтобы мы каждый день Чувствовали Что у нас праздник И никогда не грустили Я вот этого желаю Оль Подождите секунду Сейчас у нас пока Обмен Любезностями Еще между ведущими Оль Я забыла тебе сказать Одну важную вещь Хотела сказать на ушко Но скажу при всех Какую? Разговаривали с Романом Третьяковым И просили его Некие комментарии По поводу Того что тебя Назначили Третий ведущий На проекте Так вот Роман Третьяков Отказался От всех комментариев Я думаю Это самое главное Твоя есть побед Давайте поаплодируем Оль Я очень рада Ксю Что такой шанс Мне выпался Попробовать себя В роли ведущей Действительно Я безумно счастлива Сейчас Заметьте ребят На самом деле У Оли Бузовой Очень хорошо Получается Быть ведущей Она справляется С этой работой Оленька Ты молодец Счастья тебе Любви Удачи И всего-всего Самого лучшего Степан Меньшиков Спасибо Я также присоединяюсь К словам Ольги Бузовой Которая присоединилась К твоим словам И хочу пожелать ребятам Чтобы Сегодня Они Загадали себе На бумажке Написали Какие-нибудь желания А я делаю Всегда Шампанское И выпиваю Поцелу По этой технологии Надо все это сделать И чтобы Ваше желание Которое Вы напишите У себя На листочках Обязательно Забыли Спасибо Руслан Оль Когда ты говоришь Что Шамп тебе Выпался Ты ошибаешься И права Ошибаешься Собственно В произношении Выпался Из твоей жизни Третьяков И слава богу Вот Я тебя поздравляю Еще раз Моя родная Желаю тебе Всего самого Наилучшего Ксюнька Я тебя тоже поздравляю Спасибо Я помню Как ты пришла На этот проект Маленьким Таким вот Мальчуганом Кучерявым Красивым А сейчас Я надеюсь Что этот мальчуган У тебя скоро Появится Ты его родишь Нам всем на радость Я всех люблю Я тоже вас всех люблю На этой прекрасной ноте Идут сейчас Отмечать Рождество Это был телепроект Дом 2 Построй свою любовь Сейчас явилась Наконец Наша любимая Собчак Теперь мы посмотрим Как Ольга Бузова Даст ей сказать Встречайте Девушка Которая Боинг остановила Ксения Я же все Падаю Турбулентность Олечка Привет Привет Ксюш Я ждала твоего приезда Поздравляю тебя Со всеми праздниками Прошедшими Ну я тебя тоже поздравляю Слушай Спасибо Столько хороших От тебе отзывов Я сразу приехала Конечно поспрашивала Как там Оля Бузова Ну как Расскажи Все говорят прекрасно А что ребята говорят Ну ребята Ничего хорошего не скажут Ну знаешь Они и про меня Ничего хорошего Никогда не говорят Поэтому знаешь Ребят можно не слушать Ксюш Ну я конечно же Старалась Старалась Работала Не покладая рук Но сейчас приехал Профессионал Мой бенефис Временно закончился Когда ты кстати В следующий раз В отпуск собираешься Не-не Ну я буду иногда Уезжать Ну и потом Оля С тобой всегда Приятно вместе работать Спасибо Мне тоже Ну хорошо Ладно С Олечкой мы поговорим Чуть позже Ко мне сейчас Перед лобным местом Зашла в домик Ольга Бузова Вот Лена Свидетель Мы с ней сидели Пили чай Как вчера Я ее приглашала Вот сегодня Мы с ней побеседовали И она мне Жаловалась Можно даже так сказать Рустам Что Тебя Тебя села большая Вот такая вот Зеленая цвета Наших пледиков Огромная жаба И душит тебя Со всей силой По поводу того Что вот она И ведущая И редактор журнала И по поводу того Что она редактор журнала Вчера ты ей звонила И был вообще Длительный разговор И ошибки Ты ее все время Поправляешь И подмечаешь Ген Ну надо смириться Вот так Ген Рустам Надо смириться С тем Что вот ситуация Повернулась так Ну вот она Теперь ведущая Телепроекта Дом-2 Не ты Я знаю что тебе Очень бы хотелось Но вот не судьба Так я Мне надо комментировать Да и второй вопрос Куда любовь пропала Сразу Сразу же да На самом деле Никуда Вы на самом деле Сгущаете краски Я как хорошо Относился к Ольге Так и отношусь Мне звонили Из журнала Дом-2 И вообще Брали у меня Комментарии По поводу Олькиного видения Я сказал что Я всем доволен А лексику Мы подправим Ты видимо будешь Ее лексику Ну а кто тут Может это сделать Кроме меня Я ее друг Ты у нас самый грамотный И образованный человек Может быть не самый грамотный И образованный Но человек Который может помочь И адекватно оценить ситуацию А почему ты считаешь Что она нуждается Именно в твоей помощи Ты знаешь Я дала Оле телефон Людей профессиональных Которые смогут Заниматься Ее дикцией Ее речью Почему ты считаешь себя Вот знаешь Мне очень нравится Эта позиция С высоты Великий Рустам С высоты Знаешь Горной вершины Эвереста Вещает Вот знаешь Мелким этим Людишкам В том числе Ольге Бузовой Что он ей будет Там подправлять Почему ты изначально На себя Примеряешь Вот эту шапку Мономах Объясни Вот Ксюш Не сгущай пожалуйста Краски Ничего я на себя Не примеряю Если есть возможность Помочь человеку И она не нуждается В твоей помощи Но Ваше желание Поссорить меня с Ольгой Поверьте мне Слушай Это не мое желание Ольга сама пришла Ко мне в дом И об этом бывает Да 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 Пришла Представляешь Я это сейчас выдумываю Нет Я думаю Что ты не выдумываешь Я тебе могу сказать У меня Я испытываю Зависть Только к многодетным отцам Своего возраста Вот им я завидую А завидовать Ольге Бузовой Сейчас скупая мужская слеза Должна скатиться По щеке Какого-нибудь мужчины У телеэкрана Давайте на этом Закончим эту тему И перейдем К последней теме Алло Мася Слышишь Взяла у тебя денежку А взяла да умничка Слушай Мася смотри Это Господи забыл фамилию Собчак пытается налобным Понимаешь Вбить клин между нами Начинает мне говорить Что я говорю якобы о тебе плохо Чего не было И якобы Говорю о том Что ты ведущая никудышняя И все такое И я предлагаю свою помощь И так далее И причем она основывается На каких-то Кто-то ей что-то там Сказал Понимаешь Да она подняла эту тему Я тебе хочу сказать Ты пожалуйста не верь разговорам всем Я считаю что ты как ведущая Мне лично ты очень нравишься А то что там с лексикой Бывают какие-то ошибки Это все исправится Я только вчера ребятам говорил Что дайте ей время до весны И она заблестит Как минерал ограненный Поэтому Просто вот этот момент между нами Чтоб выяснить Я от Собчак так и сказал Что ты пытаешься у меня с Бузовой И поссорить И ничего у тебя не получится Я сегодня дал интервью Для журнала Дом-2 Ты как редактор Можешь посмотреть распечатку Вот и все Там все очень политкорректно Короче Политкорректно Очень-очень Да Прочти пожалуйста Просто мне не нравится Понимаешь Собчак-то она может говорить Все что угодно Я не хочу чтобы ты на это велась Ну ладно Договорились? Ну что Я с вами сейчас Четоваре не попал Давай тебе Давай Да Береги себя Давай целую Ну и напоследок Хочется Во-первых Рустам Хочется к тебе обратиться Это что Я тебе Собчак наш кумир Теперь Ну это так Так сказать Я вот весь полон зависти Собственно Так ты же завидуешь не мне А Ольге Бузовой Нет Ольге я завидую исключительно По средам и вторникам А сегодня А сегодня как раз среда Нет Тогда по вторникам и понедельник Ольге ты завидуешь Несравнимо больше Чем мне Потому что Ольга тебе кажется Ну как же Она же вот только тут Недавно была рядом Участницей Под крылом Счастье было так близко Так возможно И конечно Зависть к ближнему Она всегда больше Чем зависть К какому-то Отстраненному человеку У нас получается Замкнутый круг Рустам завидует Мне Я тебе А я кому Вот надо только А ты Рустаму Нет Я завидую только Ивану Урганту Ты знаешь Честно Я с тобой тоже солидарна В этом конечно Привет Мы с Карасевой Так привыкли Видеть Степана В роли нашего соседа Но увы Он сегодня нас покидает И уезжает на поляну Встречаем Ольга Бузова Спасибо Наверное Хорошо Что Слава Сказал про Степана Наверное Мы со Степаной И начнем Давай Рустам Ты сделал такое Лицо обидливое Ты обидеваешься Обидливое Оль Спасибо тебе За твою любимую Мою лексику Какое Оно обидливое Обидливое Да Да Я смотрю У вас хорошая погода Снежок У нас очень красочек У нас хорошая погода Ну ладно Очень обидливое Хорошо Что Слава Сделал подводку Про Степана Хочется со Степой Начать Степ Вчера Твое эмоциональное Состояние было очень Скажем так Эмоциональное Поэтому Хочется спросить у тебя Как сейчас ты себя чувствуешь Я собрал вещи все Ты смотришь Что завтрашний день Будет намного лучше И многие проблемы Разрешатся Я тебя жду Оля И все будет хорошо Ну а мы с вами Увидимся сразу После рекламы Это был телепроект Дом 2 Построй свою любовь Наступил 1738 день Нашей телестройки Рустам Солнцев И Ольга Бузова Еще недавно были Близкими друзьями Однако После того Как Оля стала Ведущей телепроекта Между ней и Русей Стали возникать конфликты Рустаму не нравится Что Оля Постоянно подчеркивает Тот факт Что она теперь Ведущая А не участница Более того По его мнению Бузовой не хватает Профессионализма И Рустам Справился бы С ролью ведущего Гораздо лучше До Оли доходят слухи О том Что говорит Рустам За ее спиной К тому же Ее раздражает То что он постоянно Поправляет ее И указывает ей На грамматические Ошибки в речи Вчера на лобном месте Между Олей и Рустамом Произошла ссора Допустим Ведущим С Бузовой Тебя Задевает Что она тебе Ну в принципе Как бы Перед тобой И показ свою значимость Знаешь У нее что есть У нее есть Такое Какое-то Пренебрежение Но я понимаю Почему она это делает Потому что У меня все равно Круче все будет А у нее Сами знаете Как Она не Видишь Она не может Парно играть Не может Она все себе Забирает И все И как бы И тупо Все равно Все тупо Неинтересно Сами знаете Какие лобные Ну что уж тут Скрывать Ребят Все очень Слабенько Вот ты только что Бузова Понимаешь Вот она сидит Ха-ха-ха Хи-хи С ней дружите Дружим Но работа Есть работа Она сейчас работает Так она вчера Она что вчера Обиделась Расстроилась Расстроилась Так она Заткнула мне рот И стала продолжать Из-за чего Она расстроилась Она же Ну потому что Она много раз Вчера ошибалась В словах А ты как бы На это акцентировал Внимание И хихикал Над этим И она еще больше Сбивалась Из-за этого Значит не надо Ошибаться В словах Так а ну-ка А ну-ка Девоньки Давай лезь Лен Лопатки Работать ты не хочешь Сил Сил мало У тебя А силы Значит нашу ведущую Олю Бузову Обсуждать У тебя есть Так дело в том Что наоборот Как раз таки Вот ты пойми Что обсуждая Нашу ведущую Ольгу Бузову Которая с недавних Буквально По Я отношусь Довольно таки Так скажем Хорошо А вот нашего Замечательного Продюсера Рустама Петровича Колганова Я в этом случае Не понимаю Потому что Он с Ольгой Тоже находится В хороших отношениях И почему он Каждый раз Комментирует Ее Так скажем Работу ведущей Не совсем В хорошем свете То есть Лишний раз Считает своим долгом Ее как-то подколоть Не знаю Подъязвить Хотя они с Ольгой Очень хорошо общаются И вот сегодня На кухне ты была Ну ты же это подхватываешь Нет Я подхватываю Что конкретно подхватываю Ну что Оля тоже Какие-то Замечаешь Ее ошибки Оговорки Дело в том Что ее ошибки Замечает весь периметр Им ты В своем числе Просто я не указываю Ей на ее ошибки Потому что Ну человек Как бы Еще только начал Работу Он учится Вот А почему делать С этим Рустам Мне было непонятно Привет, Русь Привет, Оль Вызвала тебя Чтобы поговорить С тобой На Одну тему Что ты имеешь ввиду, Оль? Я имею ввиду Твое вчерашнее недовольство По отношению ко мне О, ты меня прости, пожалуйста Я Это было только вчера И ты знаешь Что у нас с тобой Не знаю Как у тебя ко мне Но у меня к тебе Довольно близкие отношения И поэтому я не Ну в том-то и дело, Рустам Что я была очень удивлена Когда сегодня приехала В городские квартиры Мне рассказали о том Что ты не очень лестно Обо мне вчера отзывался Ну ты не прав Я, конечно, понимаю Что дружба дружбой Работа работой Но я, например, себе не позволяю Такие высказывания В твой адрес С кем бы я не общалась И с кем бы я не разговаривала Но я прошу Хотя бы мне палки в колеса не вставлять У меня есть желание Стать хорошей профессиональной ведущей На лобном месте, когда ты ведущая Ты королева, понимаешь? Но у тебя нет вот этого момента Ты не можешь мячиком перебрасываться Если я не достоин тебя Допустим, на лобном Нет, Рустам Подожди Может быть, ты не можешь дождаться Пока я дам тебе слово А тебе не кажется, что мои встревания Это и есть то самое интересное Что может быть на лобном месте Которое ведешь ты? Нет, Рустам Мне сейчас кажется другого Мне просто сейчас кажется Что ты очень хочешь оказаться на моем месте Быть на моем месте И специально мне вставляешь палку в колеса Оль, это не так Дело в том, что ты на своем месте Ходя потом по ребятам И собирая нелестные высказывания В мой адрес Ну не правда это Я ничего не собираю У ребят у каждого есть свое мнение И я просто пытаюсь понять То есть ты не говорил, что они такие слова Вот даже сейчас ты говоришь сама И я тут нужен сейчас? Да, нужен Рустам, вот понимаешь Вот лично мое мнение Все-таки все равно Некая зависть У него присутствует Понимаешь К тому, что Бузова стала ведущей И не он Но лично мое ощущение Что это элементарная зависть К тому, что вроде Он считает Ольгу Не совсем в этом смысле Образумевает Что Оля вчера очень сильно расстроилась Она расстроилась Она расстроилась, она флакала Поэтому И помнишь, она говорила такие слова У девчонки не так обидно Я же с Рустамом до сих пор В приятельских отношениях Там где-то в кафе С ним встречаюсь Общаюсь с дружой Да А он вроде вот так вот Как бы делает Вот мне что непонятно И Рустама Я-то наоборот призывала К тому, что Русь Ты Как бы то ни было Ведь все понимают Что Ольга Ну действительно еще Слабовато в этом смысле Ну вместо того, чтобы ее создать Может ей как-то помочь В этом смысле Слушай, Лена, а как ты думаешь Это если допустим Мы скажем ему Что вообще нельзя обсуждать ведущего Потому что Все-таки когда Оля была Участницей Это одно А когда ведущая Это немножко другой статус Он к нам прислушается Вот как ты считаешь Я тебе так скажу Понимаешь разница Ольги Как ведущей Нет, я тебе говорю Он к нам прислушается Я тебя не спрашиваю Бородину, Собчак Нет, я тебе одно скажу Что про Ольгу В любом случае будут говорить И он не прислушается В этом смысле Не прислушается То есть для него это как бы Она так и осталась А с Ольгой Бузой Которая участвуется Телепроект Да, да, да Если ты считаешь Что ты как ведущая Должна говорить одна Ты хотя бы делай это Ну Давай уже говорить На чистоту Как есть, Оль Ты хотя бы Если ты делаешь это безграмотно То знаешь как То ты тем людям Которые находятся С тобой работают в паре Рустам Я не договорил Давай сделаем так, Оль То ты хотя бы Дай людям Которые знают Как это делать Так, разговаривать Рустам Я не договорил Давай эти люди Они тоже будут что-то говорить Не, Рустам Я больше не собираюсь Слышать эту ерунду твою И твои неприятные слова Вновь очередную В мой адрес Все-таки ты не забывай Что ты на порядок Лет старше меня И давай все-таки договоримся Что если мы с тобой Становимся партнерами На лобном месте Я ведущий А ты участник И ты даешь хотя бы мне Договорить свою мысль Хорошо А я всегда Ребятам даю сказать И всегда у меня Все высказываются Хорошо Даже в ущерб Своему времени Или своему здоровью На этом я заканчиваю Наш разговор Я надеюсь мы Понимаем друг друга Я соответственно Тоже сделала Свои выводы По поводу себя Гонорар от журнала Я привезу тебе завтра А ты будешь завтра на площадке? Хорошо К нам вернулся Степа Без девушки Но зато жил площадью Меркантильные девушки Приходите к Степке Встречаем Ксения Бородина И Ольгу Бузова Ура Привет А мы о тебе родной говорим И о вашем сегодняшнем Конфликте на тет-а-тете Между тобой и Рустамом Ну я бы не сказала Что это был конфликт Это был просто разговор Поскольку Ну извини меня Просто разговор И никто не сбегает Со слезами на глазах А ты именно Так и ушла Нет, Ксюха Ну у меня не было Слез на глазах С Рустамом Скажи пожалуйста На какой волне Вы сейчас общаетесь Вот До сегодняшнего конфликта Точнее общались Он тебе друг Или участник проекта Нет, Ксюша Я просто сегодня Хотела бы прояснить ситуацию Я не знаю Может быть ты тоже Сталкивалась с таким моментом Когда ты дружила С некоторым участниками Телепроекта Дома-2 Просто за периметром Мы с ним друзья А в периметре Рустам Обо мне очень нелестно Отзываются И поскольку Мне хотелось Просто разобраться В ситуации Я подошла к нему Сегодня через плазму Пообщалась Я для себя Все услышала Всем ребятам Раз они оказались Свидетелем этого Лобного места Хочу сказать Что не переживайте Я все свои недочеты Знаю И просто Настоящие друзья По-моему Поступают совсем по-другому Настоящие друзья Отводят в сторонку И говорят Оль Ты знаешь Вот здесь Я бы тебе так посоветовал А тут бы я тебе так посоветовал А такие люди Как Рустам Они выставляют Все самое неприятное Специально В не очень приятном свете Когда Рустам Пообещал мне Что он будет мне помогать Мне помощи от него не нужна Мне нужна помощь от наших ведущих Которые намного профессиональнее сейчас И от команды редакторов Но просто мне бы не хотелось Чтобы Рустам Мне палки в колеса вставлял Вот и все Ты считаешь Что Рустам с тобой Так разговаривает И делает тебе замечания Именно вот на публике Да Когда знает Что это снимается Что это все Потом будет обсуждаться Да Потому что он тебе завидует Я не знаю почему он это делает Просто второй день подряд Он ходит и собирает мнение у ребят Какая я непрофессиональная Я поняла Рустам Тебе слово Не знаю И вот ребята сидят Вот может они скажут У кого я собирал мнение Бред это все Да, Надя Просто нет Оль Тут дело в том Что когда у нас ведущая ты Не в обиду сказано Оля У меня к тебе нормальные отношения Просто мне тоже было неприятно Три дня назад я была ведущая Мне не дали сказать ни слова Просто если Оля Бузова Умеет так хорошо вести лоб Зачем тогда сюда сажать кого-то Я не знаю сколько раз было лобное место Когда вот я приезжала на площадку Когда было очень холодно И все подолгу говорили Но я смотрю еще Саша хочет сказать Слава хочет сказать Нет, дело не в обиду Тори хочет сказать И еще кто-то Поэтому я всегда всем даю сказать Просто два ведущих Это команда Они игра в одни ворота Оля Бузовой Здесь тоже человек должен как-то рулить Нет Смотри, Надя Ты должна понять Что у нас ведущих Три человека Это Собчак Это Бородина И это Бузова Все То есть когда кто-то сидит здесь Когда кто-то сидит здесь Вы извините меня за это выражение Вы на подхвате Вы помогаете Если не дали слово Значит не дали И личные обиды Не должны вообще мешать этому всему Давайте Так, следующая тема Это Сергей Павлович и Мария Я поняла, что вы настроены против новеньких девчонок Но Я считаю, что шанс новеньким всегда нужно давать Да, верно Потому что несмотря на то, что Маша вчера там захотела домой Это может быть просто период адаптации Насте понравилось Никите Согласна Вы же можете как новеньким Завидеть Ребят, думайте, решайте Еще целый день Девчонки у вас особо Лена, ну ты можешь уйти Оля, ну прекращайся Сейчас закончили разговор Что за обиды Скажи сядь и все Все, ребят Что такое-то, а? Оль, ну правда Олька Оль, ну не обижайся, малыш Оль Оль, мы ее побьем сейчас Опять Бушина Забирайте подушки, Никита Что за бред? Что за амбиции какие-то непонятные вообще? Что ты встала? Ничего не сказала Встала Я поняла, что у нас закончился разговор Еще недавно многие радовались Что Ольга Бузова стала Третьей ведущей проекта Но, как оказалось, статус ведущей Некоторым участникам покоя не дает Ребята не скупятся на замечания В адрес Оли Указывая на ее ошибки в речи Такое отношение Олю задевает И она постоянно нервничает Но конфликты продолжаются И сегодня разговор на тройке Вновь окончился для Оли Слезами из-за неуважительного По ее мнению Отношения к ней Лены Бушиной И давайте поговорим о нашей Третьей некурящей ведущей Это Ольга Бузова Ребят, насколько я знаю Она опять сегодня В расстроенных чувствах покинула стройку Я этот разговор завела вчера на лобном месте Видно, не все меня услышали Не так хорошо по утрам чистят уши Елена Бушина Вот, насколько я понимаю Оля в этот раз убежала не из-за Рустама Уже не он виновник торжества А ты Что случилось? Мне кажется, просто Если завтра Ольга уже приедет На какое-то из злобных мест Или просто на тет-а-тет И Венцислав вдруг перевернет шапку свою Не тем боком, который ему носит ее Обычно ее это очень сильно возмутит Расстроит она Убежит в расстроенных чувствах Ольга просто в последнее время Стала очень ранима, восприимчивая И я тебе так могу сказать Если Ольга будет продолжать себя вести Таким образом, каким она себя ведет Как ведущая Потому что все-таки она должна быть Более уравновешена в своих эмоциях Вот То просто элементарно тебе так скажу Я лично на те-тет-а-тет На те лобные места, где будет вести Ольга Бузова Я выходить не буду Потому что, извини меня Когда ты сидишь и высказываешь свое мнение Даже если ей оно не нравится Называть, что это полное Ну и так нельзя делать Она жила здесь и манипулировала людьми своими слезами Сейчас она ведущая Прошло то время, понимаешь, когда она была участницей И сколько можно? Ну вот именно что, прошло то время Когда она была участницей, она стала ведущей Ты должна прекрасно понимать Ты сама как бы сидела в роли ведущей И это очень сложно Управляют людьми Она сидит, рассказывает какую-то тему Потом у нее есть некая отводка Вдруг ты встаешь и уходишь Это ты проявлений неуважения Нет, все же не так Все ребята присутствовали Кто-то считает, что Лена Бушина не права была в этой ситуации Да, Никита? Вообще дело как было Оля закончила свой разговор Естественно, ребята встали Встал Лена, встал Гена Но при этом Оля еще вот эту отводку не договорила Не договорила, да И она говорит Лен, ты что, встала? Может мне уйти? Ну, не зачем Это в принципе нужно было Просто сказала бы сядь Ну, Лена ей чуть нагрубила Там повысила Я ничего не ответила Она ничего ей не ответила Я тут же села, а Оля убежала В общем, получилось как Бушина, подожди Бушина как? Встала Ленка встала Я стою за ней Мы уже собираемся уходить Бузова посмотрела на нас Может мне уйти? Я вообще не понял, в чем дело Бузова лыжи Друзья, в общем, как там Не было субординации У вас явно плохо Причем субординация? Ксюша, вот скажи, пожалуйста Лен, потому что я не приемлю Во-первых, ты сейчас меня перебиваешь Ты меня сейчас перебиваешь Не даешь мне сказать Это уже знак неуважения Это раз Второе Я не понимаю, что это такое Если она будет продолжать себя так вести Я не пойду к ней на ты Это действительно так Если она будет неуважать нас, как ребят Мы не будем уважать ее, как ведущей Потому что извини, так сложилось Лен Лен, ну ты не права сейчас Ну ты действительно не права Потому что от того, что у вас другое отношение Во-первых, Лен, не ты выбираешь ведущих Которые будут вести этот отец с тобой Это мы выбираем тебя Разговаривать или не разговаривать Да, Рустам Знаешь, как вот у Льюиса Кэрролла Алиса говорила Дальше все страньше и страньше Это к лексике Ольгиной относится Она на этой лексике разговаривает И мы все делаем вид, что это все кайфово На самом деле Мы можем говорить об этом сколь угодно Ксюш, скажи, что делать Потому что мы очень хотим, чтобы Ольга была классная ведущая Была здесь с нами и улыбалась Искренне желаем ей добра Абсолютно, все, вот только это Значит, в этой ситуации нужно Ольге помочь Потому что сначала вы вроде как приняли ее с распростертыми объятиями И сказали, ой, Олечка, все тут плакали, когда она уходила Потом в итоге, как ее сделали ведущей Вроде как все обрадовались И первое время ей даже помогали И тот же самый Рустам и все остальные А потом... Пока не заметил пренебрежение в свой адрес Оля сидит в городе и говорит Закрой рот, я говорю Но каждый видит то, что ему выгодно видеть Ребят, вы должны понять, что она больше не та девочка, которая спит в соседней кровати с вами Ты заметь, Ксюша, ты заметь Изменились правила Когда ведущая на поляне, допустим, а в городе там какой-то модератор, как называется Не соведущая, а модератор Я вас просто прошу, вот сейчас вот не приказываю Я вас просто прошу, в свою очередь, помочь Ольге Помочь просто Ольге в том, что если вы видите, что там, может быть, да, я не знаю, не звездная болезнь, конечно Но всех нас порой заносит И это нормальная вещь Но подойдите к человеку, помогите, скажи, Оль, я в последнее время вижу так-то и так-то Но в эфире показывать, еще раз говорю, в эфире показывать свое неуважение, проявлять, это некрасиво И я вам говорю, я вам сейчас говорю Ксюша, ты права, мы больше не будем этого делать, потому что все, каждый здесь, очень хорошо к Ольге относится Вот, вот это самое главное, это я и хотела услышать Оль, говори что-нибудь, говори, проверяем связь Ксюша, ты подожди Оль, скажите что-нибудь, вы можете разговаривать Они разговаривают, просто мы их не слышим Ну хорошо, что они нас не слышат Слушай, как Оля Бузова плохо выглядит, да, просто удивительно Скажи, как-то она, знаешь, так, как говорится, реактивно состарилась Все-таки надо пользоваться тем, что ребята нас не слышат Надо посрать, да Да Нет, Олечка, конечно, в этом смысле А какая была девчонка Молодая, красивая Да, она Ужас, ужас, что да А сразу все не снимает уже, сколько лет А видишь, хорошо, она улыбается, ничего не слышит Да, надо ей так помахать О, сучка драная О, тупая кобыла Синя, у тебя новый парикмахер? Нет, Оля прическа хорошая Хорошая Оле чуть-чуть цвет волоса Самое такое ощущение, что ее красили эти люди, которые красили массовку в фильме «Властелин колец» Помните там эти друиды, эльфы, да, такие, седовласы, старшие такие Циги, циги, ляй-лю-лю О, чуть-чуть появляется Чуть-чуть слышно Слышишь нас? Слышим У нас тут вопрос общий Скажи, тебе вообще не лень вот так с утра все эти телевизоры себе на руку надевать, нет? Нет, любимый Ты знаешь, пустячок, а Оле Бузовой неприятно Все ради нее Ну что, давайте на... На поляне, тем временем, Влад Кадони практически не дает покоя Нестору И то, что Нестор ухаживал за Настей Латышевой, Влад забыть не может А вчера Нестор еще и высказался о бывшей девушке Влада так, что Владу не понравилось Ребята ссорятся и разрешить конфликт лишь под силу ведущей Ой, это кто, Моника Белучия? Ну, здравствуй Ну, здравствуй Май, все хорошо? Надя, а, Надя Все хорошо, да? Все хорошо Привет Привет Ты кушать будешь? Влад А? Пойдем Или давай я с Нестором поговорю А я тоже надо ответить Тоже надо ответить, приедешь Убогому привет Убогому? Да Это кому? Это Нестору А почему ты его убогим называешь? Потому что, я так считаю Так подойди сам, скажи, что он убогим Я ему сегодня достаточно говорил, он не выдержал, ушел спать А что это у вас за конфликт такой? Потому что он хам, он позволяет себе лишнего Сейчас я поговорю с Нестором, к себе еще вернусь Привет Привет Ой, спасибо Все равно Ой, как приятно слышать С утра комплименты Да, у нас с тобой разговор Жалко, я думал, ты просто ко мне в гости Ой, слушай, Нестор, разберись со своими сначала девушками А потом мне говори, что я думал, что ты просто в гости Ну, присаживайся Вот недавно с тобой разговаривали про Настю Лена даже не всплывала в нашем разговоре А сейчас оказывается, что ты такой вот ловелас И еще не определился, кто тебе нужен Определился Но это произошло буквально вчера Так Я скажу Лене и скажу Насте Что мне очень неловко перед ними Они просто сейчас разъехались Да, вот ты очень жаль, что сегодня нет ни Насти, ни Лены Да, я очень хочу с ними серьезно поговорить Мне очень жаль, что я поставил их вообще в такую позицию выбора Какого-то там с моей стороны Слушай, станут они тебя слушать после вчерашнего А я... Потому что вчера на лунном месте как раз таки Ты не казался, знаешь, человеком, который определился То ты хочешь быть один То тебе нужна Лена То ты с Настей хочешь в ВИП-доме заселяться Тебя не понять У нас девочки гордые, уверенные в семье Достаточные, красивые И, знаешь, стелиться перед неуверенным в себе мужчиной Тоже как бы не будут А ты вот как раз таки создаешь такое впечатление Просто неуверенным в себе молодого человека И поэтому пытаешься как-то вот казаться вот таким вот ловеласом Что ты не знаешь, что выбрать, кого выбрать Ну на самом деле я выбрал Я нашел в себе силы создать отношения с новым человеком С каким? Если на лобном месте мне дадут слово Чтобы мне не пришлось всех призывать к вниманию То я скажу, конечно Я беру с тебя обещание И вот напоследок просто чисто из любопытства Что у вас с Владом? Влад ревнует или мстит что-то одно То есть он не может меня простить, что Он лежал здесь, а я лежал там с Настей Может быть это Не знаю, он вообще ко мне не равнодушен с самого начала Мы переходим на другую тему Я хотела бы обратиться к Нестеру Нестер, я знаю, что существует некая девушка Которая оказалась гораздо симпатичнее Насте И симпатичнее Елены Бушиной Раскрой нам секрет, кто же это Мисс Красота 2009 Сразу извинюсь за свой голос У меня немного поезд переехал, простыл Я хочу сказать, что я столько неприятностей доставил Лене и Насте Что просто хочу протянуть им руку дружбы И избавить их от своих узурпирующих атак И от унижения, которым я, возможно, их подверг Когда употреблял слова «выбор», слова «обе», «троем» Я не ожидаю от вас ответного хода И готов к критике Также я готов к критике той девушки, которая сейчас услышит свое имя Потому что вся женская спальня, за некоторыми исключениями, меня сейчас ненавидит И эта девушка тоже скажет, что ты вот такой вот, всякой-то, ты там неопределенный и так далее Но, тем не менее, именно с неопределенностью я готов сейчас покончить И выразить симпатию Бузовой Ольге Как ты думаешь, почему все рассмеялись? Слушай, она, по-моему, не живет в женской спальне А я знаю, почему рассмеялись Потому что у Ольга Бузова как-то обронила фразу Что «парни из дома 2» — это уже не мой уровень Меня зацепила эта фраза Да, именно поэтому все рассмеялись Я тебе, дорогой мой малыш Либо снизим ее уровень, либо поднимем На самом деле, Ольга Бузова очень добрая и милосердная Возможно, она снизойдет И как-то, я не знаю, может... А почему не Собчак, например? Это следующий уровень Молодец! Привет! Привет! Готовься к этому! Привет! Что это такое? Это тебе! А? На выйти? Ты прикалаешься? Нет, возьми, я просто занес так на всякий А вот там можно поставить вот стулок Спасибо большое! С тобой все в порядке? Дай я потрогать У тебя нет температуры, нет? Нет, а что похоже? А я тебе не любишь розы? Я очень люблю розы! Какие красивые! Белые вообще! Спасибо! Вы ее хорошенько! Подготовьте к этому! Да! Что там будет? Я уже волнуюсь, Оля! Так, делаем заново макияж Писо самое красивое И прическу Умешала? Давай я посмотрю Воды наберу Девочки, что это? Ага! Ольга, все! Эх, молодость! Воды наберу сейчас! Слушайте! Вчера было у меня семь тет-а-тет Потому что не было понятно, кто ему нравится Либо Лена Бужина, либо Настя Он всех запутал, ничего четко не говорит Мы с ним долго-долго вчера беседовали В итоге он мне вчера сказал, что Оля Типа, мне нравится вообще другая абсурдная девушка Оля, у тебя влюблен! Кто-кто? Кто-кто? Вот, прикиньте Давай это Видимо, это я Ой-ой-ой! Что-то будет! А его все сравнивают с Алексом Матераци То есть он так себя любит Он... Да? Я его еще очень хорошо знаю от меня Он на лицо приятный мальчик Да? Да, хорошенький Ой, как приятно! Мне первый раз Белые розы Это вообще Я обожаю белые розы В этой гримзурке В этой гримзурке Правда, на рабочем месте это не очень хорошо Вот это дело Я раньше, что я была участницей Могла себя позволить Оля, остается только одно Переодевание Сегодняшний день Ольги Бузовой Начался с сюрприза Нестор Преподнес ей букет роз Пока ведущая Кремировалась Ольга была приятно удивлена И поняла, что Нестор Настроен решительно И готов покорить сердце Главной блондинки проекта Привет 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 Я слышал у тебя новый воздыхатель Да, мы вчера обсуждали Это прекрасная идея Почему новый? Хорошо У тебя грудь увеличилась опять Или ты вставки какие-то вставила? А? У тебя грудь увеличилась Или ты вставки какие-то вставила? Ну что за некорректный вопрос Даже если я туда что-то вставила Не обязательно это озвучивать Ах Не, я ничего не вставляла Не, ну просто оно вдруг у тебя увеличилось Ну просто Нестор сегодня пришел ко мне в гримерку И подарил мне букет роз замечательных И сказал моим там девочкам, которые у меня красят Ну вот давайте там постарайтесь сделать из нее там нормальную Чтобы она была такая нормальная тататетти И только у меня готовься к тататету Так что Нестор, я подготовилась Нормально выглядишь, да? Повернись Могу задержаться Можно начинать Вид этот сзади он как правый мужчина Мне нравится Можно начинать Ну пойдем Раз можно начинать Ну Нестор Думаю тебе есть что мне сказать Да, Оля Я действительно очень удивлена Польщена И могу признаться Ты даже меня заставила сегодня с утра врасплох Я немножко занервничала Вспомнила молодость Немножко я от этой всей истории отдалилась В том плане, что уже себя позиционировали немножко по-другому Что даже Могла представить Я даже слышал вчера, что у тебя есть жених Жених? Ну, друг Жених Нет, жениха у меня нет В этом плане тебе бонус, скажем так Знаешь, я вчера официально выразил симпатию тебе И все там смеялись целый день, там хлопали по плечу с таким сарказмом Ну это якобы нереально, это ты не ее уровень и все такое Вообще-то, мои взгляды на тебя, они не ограничиваются домом два Я смотрю на это более глобально Даже если у нас здесь ничего не получится, то это не значит, что ты можешь так легко улизнуть Извините, я так самоуверенно говорю Нет, мне нравится, продолжай Хотя, конечно, глупо, наверное Я люблю красивые ухаживания, я люблю сумасшедшие поступки Я люблю что-то такое, что должно быть только у меня То есть, если ты проявляешь ко мне симпатию, да, то либо делай это на сто процентов, либо не делай вообще Как ты вообще думаешь, Бузова как-то поведется на его ухаживание? Ты знаешь, был такой случай, когда меня Ксения Собчак сравнила с Ольгой Бузовой Вот, я сейчас к чему это говорю? Я считаю, что Ольга настолько добрый человек, искренний, что ее даже отпугнет эта ситуация, которая произошла со мной Я не уверена, что Ольге нужен такой человек Ей нужен заботливый, знающий чего, хотящий человек и тому подобное Не буду тебе сейчас ничего говорить, хочу, чтобы прошло время, чтобы ты вообще сам осмыслил то, что ты сделал И завтра приеду, поговорим заново Подумай насчет свидания Я сейчас приглашаю на свидание Хорошо, куда ты хочешь меня пригласить? Я подумаю, только скажи, какие твои планы? Куда пригласить? Да Куда-нибудь, где не шумно и столик такой, что можно сесть рядышком Не сильно много алкоголя и не очень громкая музыка Ты еще понятия не имеешь, куда ты вообще хочешь меня пригласить? Ты сначала давай придумай Все это нарисуй А потом я подумаю, после того, как ты мне скажешь Дельфинов и Снегоходов, не обещаю Нет, Дельфины и Снегоходов Поздравляем новые отношения! Слава Богу! Стоять! Поздравляем! Слава Богу! Слава Богу! Ну вот судьба твоей решилась Иди сюда ко мне Иди сюда Пик! Чего? Он, напомню, серьезен Напомню, а он тебе нравится? Мы ему сказали, что у тебя есть молодой человек Он мне это сразу же сказал Да? Зачем вы его обманываете? Да и помолчишь пацана Да Вообще, чего? Хрюш, ну, сама решаю Ну, смотри, ты хороший Но он такой, знаешь, он говорит, с Ольгой не получится По второму кругу пойду Бушина опять Нет, ему реально нравится Я думаю, да Хочет тебя, естественно А ну Ну, вот такие ножки Ножки худенькие Худенькие Вот это же на меня смущает Это же Так ему же и Насте нравилось, и Лене нравилось Он мне сегодня с утра, когда обитрел цветы Он сказал Девочкам, которые меня красят Ну, смотрите, сделайте ее нормальной Чтоб она была подготовлена к т.т.т.ту Да ты что? А когда я пришла, я, знаешь, парикалась Я говорю, ну что, посмотри, как я нормально Он такой, ну-ка, покрутись Иди ты Ничего себе А потом, знаешь, ты мне сказал Я говорю, ну, я покрутилась Такая, покрутилась Такая Вот, особенно здесь Посмотри, вот здесь Здесь этот ракурс Все мужчины нравятся Да, джинсы отличные Спасибо Я говорю, ну что, пойдем Он говорит, пойдем Только вчера не лезь целоваться Ты к нему? Да Он мне это говорит Я тебя поздравляю Это как раз то, что ты искала А вот Нестор снова захотел удивить Ольгу Кузову И записал для нее видеопослание, которое поручил Сергею Пынзарю передать ведущей Я Амур А это тебе попросили передать Ой Держи А что там играет? Вот, посмотри Хочешь Я разбужу тебя посреди Кое-что хочу тебе показать И расскажу тебе так, между прочим Что я тебя люблю Так Ой, как приятно А кто же это мог быть? У меня есть для тебя аудиопослание Да что ты говоришь? И сейчас я тебе его покажу Давай Так, смотри Это видеопослание И ты сейчас поймешь От кого оно и для кого оно Только не оставляй меня, пожалуйста Привет, Бузенка Как у тебя дела? Ты очень классно выглядишь После вчера всего нашего разговора я очень много о тебе думал И придумал тебе маленький-маленький сюрприз Приходи в бассейн, ты все увидишь Сейчас? Сейчас Нет, я себя чувствую как первоклассница Да Ну что, ты не оставил свои попытки, я смотрю Сегодня уже красный букет цветов Уже осмелился на свидание Да, да Что ты сердечко-то повесил? Я думаю, ты мне его подаришь Ты хочешь это сердечко? Я думаю, что это типа твое сердце Я хотел тебе подарить нечто большее, чем это сердечко Ну, пока Начнем сердечко Спасибо Давай Оль Да Мне хотелось с тобой еще раз увидеться очень И это милое местечко, я думаю, как раз поможет Нестер, ты такой смешной Я о тебе ничего не знаю, только знаю, что ты великая Ольга Бузова Великая Ольга Бузова, ну это мне тоже очень приятно слышать Кто она такая? Кто ты такая? Ну, а как так ты проявляешь симпатию к девушке, которую ты не знаешь? Если я тебе понравилась, наверное, за какие-то свои там качества Нет, я чувствую, что, ну, внешние данные само собой, хотя они для меня играют далеко не первую роль Ну, это хорошо, потому что я там особо не красавица Да ладно, я тоже не Брэд Питт Мне приятно все, что ты делаешь, безусловно, я получаю от этого эстетическое удовольствие Как женщина И, конечно, за это тебе огромное спасибо, но я честно не верю в тебя Мне кажется, что нельзя А какие тебе вообще нравятся мужчины? Внешние, внутренние, типажи какие-то? Ну, мне нравятся мужчины, в принципе Да? Да, настоящий мужчина А что значит настоящий мужчина? Ну, он должен быть умный, смелый Должен уметь надувать шарики С чувством юмора он должен быть обязательно И он должен уметь совершать поступки безумные Вот что сейчас ты можешь сделать для меня Фокус могу показать Знаешь, что человеческое тело умеет пропускать сквозь себя предметы Ты можешь представить, что эта виноградина пройдет сквозь меня и ты это увидишь? Нет Нет? А я вот и умею Вот смотри Я ложу ее в эту руку И здесь ничего нет, заметь Здесь есть, здесь нет Ложу и она проходит сквозь меня сюда И даже обратно Это фокус для Ольги Бузовой Я рад, что ты поприсутствовала на моем свидании Я тоже рада, что я поприсутствовала на твоем свидании Но ты приготовил торт мороженое и даже мне его не предложил место Я как раз собирался это сделать, но ты уходишь Так ты, если ты настоящий мужчина, ты должен сделать так, чтобы девушку удержать Давай мы еще продолжим предмет беседы И поедим мороженое У меня есть к тебе три просьбы Нестор, тебе задание на следующий раз Во-первых, я прошу тебя удивить меня чем-нибудь Во-вторых, если ты хочешь девушку удержать, то надо что-то предпринимать для этого И в-третьих, очень хорошенечко подумай, нужно тебе это все или нет Но в любом случае, ты не думай, я неплохая Я очень добрая, нежная Спасибо тебе за такой, скажем так, посиделочки Мне очень приятно Цветы замечательные, я заберу их домой И посмотрю, завянуты они или нет Белые, кстати, одна розочка завяла Значит, мне совсем с душой были подарены цветы Тут красные розы, красный цвет любви Поставлю их на самое бедное место и буду смотреть, завянут они или нет Если завянут, значит, пеняй на себя Пока я пел гобозовым песни о любви Гена Джекия сувал свой длинный нос не в свое дело Встречайте, Ксения Бородина и Поляна Спасибо! Спасибо! Так, а я хочу, собственно говоря, начать с вас И первая тема, она касается Нестора Нестор Первый Казанова проекта Еще сегодня пытался соблазнить Ольгу Бузову Даже устроил ей романтическое свидание А почему ты резко изменил свое мнение? Нестор, ты меня сейчас слышал, что я тебе говорила? Да, сегодня у меня была самая незабываемая свидание Ты стыдишься не только себя, но своего голоса Простите, простите за сарказм Да, да, я была свидание сегодня с Ольгой Бузовой Было здорово Было здорово с Ольгой Бузовой Так почему же тогда на предварительном голосовании ты вышел за Настей? Я вышел за Настей, потому что она мне всегда нравилась, как, собственно, и нравится сейчас И я не смог просто стоять, меня какая-то неведомая сила просто туда вытолкала, в этот круг А строить отношения я планирую с Ольгой Бузовой Вот, а Настенька просто мне очень нравится Настя, а чего он хочет от тебя, мы просто так и не поняли Потому что говорит, что он хочет добиваться Ольгу Бузову, а в итоге влюблен в тебя Как-то непонятно Ксюш, у него за день много вообще вариантов, чего сказать Он как бы сидит на диване Лени, рассказывает, что у него история с ним не закончена Вот, я ему нужна, он мне сердечки кетчупом рисует Все пытается потрогать меня, подойти ко мне, но мне это все не надо Я ему говорю, что мне это не надо, а он мне говорит, мне это надо А тебе это не надо почему? Потому что он тебя обидел очень сильно Вот этим своим пренебрежением, своим отношением к тому, что он выбрал в итоге другое Или у тебя просто уже испарились чувства? Дело в том, что я этому человеку искренне сказала о своих чувствах и думала, что взамен я получу то же самое Я этого не получила, так человек вообще не знает, чего он хочет То есть на чашу весов у тебя обиды и чувства, и вот обида как раз Никакой обиды, никакой обиды Слишком мало времени Слишком мало времени, согласна